Итак, всем привет, с вами НДПГ, мы продолжаем играть за Германию в Кайзеррайх И победили мы Францию, теперь побеждаем Россию, потом надо будет победить Британию Ну и там где-то вдалеке еще есть Япония и восставшие здесь местные народные представительства С которыми мы тоже обязательно разберемся Но вы разберетесь с подпиской, если вы еще вдруг не подписаны, ставьте лайк и комментарий Мы продолжаем И Америка присоединилась к интернационалу, и я чувствую, что дело пахнет висинами, как говорится Но для Америки И война затягивает, значит, что нам придется с едой чуть понапряжнее обращаться Мол, нет, не хватает Это странно, потому что по факту у нас ничего не поменялось особо И говорят, мол, мы тут в первом территории Какая-то проблема из-за этого, может нам надо выйти Нет, куда выйти Может вам надо выйти, мне не надо выйти Единственное, точно надо с варсаппортом как-то подразобраться, а то у нас совсем он душит Меня вот сюда нажмем, с остальными вроде как потихоньку разбираемся Окей И наши подлодки сейчас будут перехватывать силы, которые... Америка отправит и Европу Да, они будут Как видите, вроде как достаточно успешно Я вовремя сюда отправил подлодки По идее, никто не продолжит проникнуть никак А вот и мы сделали котел С достаточно приятным количеством поиска России И не вступив даже не в один бой еще с Америкой Мы уже потопили им 175 тысяч человек Это невероятно приятно И, кстати говоря, мы тут подняли лояльность с фокусами Тут как работает, ты сделал фокус Тебя появляют здесь следующие Видим, до какого-то этапа И, таким образом, последний фокус нашей конституции Парламентаризации, которую мы будем проводить чуть позже Начинает наш флот еще тоже периодически воевать здесь с американцами И разбивать какую-то часть их флота Отлично Здесь закрываются окружения Вскоре мы пойдем на саму Москву Пока что я бы, наверное, даже Давайте приостановил бы вот эти вот наступления Нужно немножко реорганизоваться И наступила смерть Вильгельма II Приходит третий Вильгельм? Ну, окей Интер-Китай? Нет Ну, и мириться не будем И происходит коронация А у нас еще агенды периодически тут прокуют Ну, конечно, мы соглашаемся И да, мы закончили нашу конституцию Насколько это возможно Где ее бы тут еще найти, конечно Среди всех наших модификаторов И нет, я ее не нахожу И Канатовская соль будет только потом Все это время Пафал себя в будущем Это урон Америки От наших подводных лодок Просто колоссальный 520 тысяч Ну, они же Я же не вижу их на поле боя в России А только в России сейчас активно ведутся действия Нами Следовательно, да Полмиллиона американцев Просто погибли в лодках По пути в Британию Великолепно И объединилась Италия Ну, так как она в нашем альянсе Мы только рады за них И наши войска немножко перегруппировались Получили мы пополнение в Наряжении В людях Мы можем продолжить наше наступление Ну, и самое главное Авиацию мы немножко перебросили И подкопили дополнительно В общем-то, да Теперь везде-везде у нас есть Очень мощные тактические бомбардировщики Которые просто уничтожают Любое сопротивление Хотя вот здесь вот, допустим, у нас есть проблем с снабжением И эту проблему решить сложно А вот я вижу, мы взяли Петроград И, кстати говоря, да Здесь действительно, смотрите, американцы Как-то проплыли Сквозь вот этот ад Можно их только с этим поздравить Чтобы вы понимали Антанта все еще ничего не делает Я чуть не просмотрел высадку Благо у меня Есть здесь чем ответить И по факту это станет Инвестицией в говно, как говорится Интернационала Потому что они здесь ничего не приобретут А лишь потеряют кучу людей И да, мы тирозитору рейдим И слушайте, на самом деле Россия это уже близка к тому, чтобы сдаться Тут фарсаппорт очень низкий оказывается А я даже и не знал об этом Но Получается, да Они скоро сдадутся Я думаю, если мы дойдем до Самары и Казани Они реально сдадутся Поэтому Вперед Правые солдаты Демократической Германии И вот она Российская социалистическая республика Сдалась Прекрасно Несли ему удар В скобочках Полностью уничтожили И все эти армии Теперь свободны И у нас как раз готова Наша армия морпехов Прекрасно Которых я прокачал Потому что у меня вначале Была куча морского Потому что я все это время Тренировал Своей армии Точнее, свои корабли Ой, смотрите-ка Победа в Европе Конец Второй Мировой Второй булькрика И Я так понимаю Британия тоже не обязательно Для этого побеждать Но Наша армия победили Наши герои Возвращаются домой И цементируют Наше правление На Поколение вперед Новая эра Лавы и предстания Начинается И Открывается у нас Послевоенный контент Давайте Что ж К нему И перейдем Сразу Начнем мы Строим Победоносные арки Можем Конвертировать Лишние дивизии В гражданские фабрики Вау И Никого не смущает Да, что У нас все еще Военно с Британией И с Америкой Абсолютно Никого не смущает Ну так Типа Ну Объясненно говоря На самом деле Если бы такой конфликт был Это все еще был бы Серьезный конфликт Особенно Учитывая Что И у тех У тех есть флот Понятно Что мы побеждаем На море Но в реальном мире Победить на море И Британию И Америку Было бы сложновато Даже с нашими ресурсами Но вот Поверим Что Мы просто Настолько сильны Потому что Это так Но По игровым условностям Ой И перемирие С интернационалом Мы Примем только Бескомпромиссную Сдачу А если быть правильным Бесковрочную капитуляцию Конечно же Ну и что же Давайте вторая волна Парламентаризма Можем сделать Или мы можем Начать С оккупациями Что решать А видите Россия сдалась Но не капитулировала Именно по механике Мы еще ее не делим Ладно Тогда наверное Рановато А я уже вижу Очень жесткий баф К которому мы конечно В первую очередь Пойдем И смотрите Можно распустить 10% Своей армии Ну это рандомные проценты Я так делать не буду Конечно Вар саппорта У меня Кстати проблемы Большие Надо что-то С этим делать Обязательно И смотрите Здесь уже пошли Высадки Даже еще не наши Но нет Теперь мы начинаем Непосредственно наши И Нужно Защищать Конвой Обязательно Так И Рестьянская Народная партия Допустим Новые лидерства В партии Допустим Ну и под авиацией Там даже наши союзники Высаживаются Да и мы сейчас Тоже высадимся Обязательно Без проблем Здесь еще имеются Американцы Но можно им сказать Только Лишь Увы Куда и танки Наши присылаем Которые были здесь Без Особых проблем Оккупируем Здесь все И вот и Британия Пала Остается лишь Америка Среди Интернациональных Стран интернационала И ее Марионетки Ну и давайте-ка Вторая волна Парламентаризма Все-таки Сделаем это А нам Теперь нужно Планировать Высадку В Америку И вот Знаете В чем проблема Мы Стали Слишком сильными Как ни странно Да Новые фокусы Крутые Но Это здесь Сохват Всяких Мелких Стран Которые И так Уже Захватил Все Что мог Это У меня здесь Воевать Только с кем С Японии Но это Смешная Война Потому что У них Нету Ни флота Ни армии Война С Америкой У которой Тоже Нету На самом деле Флоту Уже Ну Что-то Они нам Сделают У нас флоты Опытные И мощнее Там И армия Слабее И вот С этим Они все еще Ничего не сделали Мы После победы Все еще Слишком сильны И меня Если честно Сейчас Их Две Личности Перетягивают Одеяло Первое Хочется Закончить Потому что Здесь уже Нечего Девать И мы Просто Так Будем Делать Фокусы Которые Ничего Не делают Ну Потому что Ты Просто После них Закончишь Партию Второе Все Так Потому что Ну Наверное Там Что-то Будет Давайте Хотя бы Попробуем Ладно Вот оно Ура Мы Сделали Конституцию Тот Самую И получаем Просто Тонну Бафов На самом Деле Тонну Бафов Потому что Мы Успешно Могли ее Принять Отлично Посмотрите На эти цифры Ну это Реально Какая Заршиза Какая С такими Цифрами Сказали Америка Там Еле Живая После Самой Гражданской Войны У них Очень Жесткие Проблемы С Варсапортом Так что Они Точно Залезли Туда Куда Им Не Стоило Сейчас Обучаются Наши Войска Мы Будем Готовы Справляться В Америку Надо Будет Немножко Здесь Конечно Подвинуть Наш Флот Но Мы К этому Будем Готовы Я Нашел Кто Даст нам Права На Базирование Флота Получим Права На Базирование И Сможем Вот Это Вот Невидимую Стену Нехватки Снабжения Но Если Мы Сначала Говорим Давайте Мы Туда Передислоцируемся Адмирал Такой Не Передислоцироваться Это Я Могу Южноф Кочется В Респект Без Проблем И Теперь Отсюда Передислоцировавшись Мы Проектируем Не Это Мы Нашу Самую Мощь Флота На Все Эти Моря Распространяем Нужно Распространяем Еще Одного Темаря А Видите Опять Одному Не Хочет Но Если Вот Так Не Но Это Другое Дело Тут Как Бы Да Тут Можно И Схозь Невидимую Стену Пройти И Вот Победили Мы Все Невидимые Стены Можем Высаживаться Высаживаться Это Будет Очень Долгой Непростой Но Я Надеюсь Мы Справимся Ой Наши Войска Так Прямо Истази Победили Инсилиндию Это Прекрасные Новости Ой Все Вернули Истази Территорию И получать Это Все Территория Истази Нашей Приятно Ну И Сюда Едут На Все Наши Союзники И Они Тут Начинают Войну Я В них Верю Ну И Подъезжает Сюда Наши Марпехи Выска Началась И Пока Я Вообще Не вижу Никаких Здесь Проблем Да Даже Даже Щиток У моих Поиск Я Я Видел Щиток У меня Там Огнеметы Танки Добавлены Неужели Хватает На щиток Насколько Американцы Слабы Сюда Могут Ехать Мои Танки А Мои Марпехи Будут Тут Сейчас Нам Планетарм Готовить Ну Американские Города Падут Один За Другим Да Эти Ребята Точно Не И Вот Все Ипало И Теперь Гибралтар Получают Обратные Испанцы Ну Ладно Это Была Честная Сделка Инда Китая Все Так Жеговы Горем Нет И Сейчас Займемся Оккупациями Всех Территорий Новых Так В Польше Военное Правительство Поставим Потому Что Видимо По-другому Поляки Не Могут И Дальше Все В принципе Как Обычно А Британию Мы кстати говоря Подели на Несколько Стран Чтобы Они Не Смогли Нормально Объединиться И тут Тоже Где Можно Военное Правительство Остановится Я Начинаю Также Делать Реформы В Миталь Европе Может Что-то Даст Может Нет Никто Не Знает Я Не Знаю Вообще Да Это Даст Нам Бутон Фокус Который Даст Факторит Пут 5% Всем Членам Альянса Так что Не так Плохо Австралазия Против нас Готовят КБ И Ансамур Против нас Готовят КБ Вау Я понял Что есть Мне куда Отправиться В мою армию Едем Мы готовимся На всякий Случай Против Франции Воевать И Британии Только Антандовские То есть Те Которые Как бы Ну не очень Существуют Если честно А то Австралазия Напрягает Немножко Если честно Нужно Будет Нужно Что дать Просто Британии Морду Просто Моментально Одним Утором И мы Заставили Индокита Капитулировать Наконец Таки Я говорил Что мы Победим Мы их Победили И без проблем Наша Излазия Забирайся Территория Отлично Теперь Сиам Который Посмел Нам Напасть В спину Мы Также Ликвидируем И до Трансамур Решил Напасть На Сибирь Нашу Ну Удачи И вот Сиам Пал Под Нашим Праведным Гневом И Наконец Таки Выборы Выборы Кандидаты Демократы Поэтому У нас Есть Вариант Что ЦВП Выигрывает То есть Центр Наш Но Нет Шутка Хорошая Не Смешная Выигрывают И мы Делаем Не фокусы Какие-то Непонятные На Бафы А Делаем Фокусы Этой Партии Что Посмотреть Что Там Будет В конце Концов Так А вот Высаживаемся Мы В Японию Без Особых Проблем Даже Не Чувствуем Как Говорится И Вот Мы Уже Посихоньку Подходим К Токио Как Говорится Будем Дома Вовремя И После Това Что Что Фентянь И Трансамур Добить Ну Вроде Без Проблем Должна Это Быть И Берем Следующую Реформу Ту Самую В Мит Ливер Европе Еще Что-то Багнулось В Англии Две Оккупации Два Духа Видимо Должен Был Измениться Получилось Наоборот Два Прекрасно А вот Япония Пала Прекрасно И По фокусам Тут Выходим В новую Социальную Демократию У нас Тут В общем Это Все Ради Народа И Самых Радикалов Как Что Мы Осуждаем Чуть Запрещаем Но Кроме Этого Все Ради Народа И Судьба Императора Можем Ставить Его Тречься От Престола Либо Оставить Его Но Отдать Народу Суверенитет Нет Мы Ставим Его Тречься От Престола Все Таки Он Виноват И Судьба Собственно Горя Будущее Германского Либерлизма Немецкого Не Все Потеряно А Видите Вот Рыночек Хотят Нет Мы Хотим Не Прямо Рыночек Мы Хотим Все Таки Социальное Государство Которое Думает О Народе И У Нас Тут Вопрос Что Делать С Фонтианем И Слушайте Можем Отдать Водительной Циню Потому Что Циню Вроде Как Который Мы До Поддерживали Циню Выбрал Нам И Видите Партнерство С Нами Они На Нас В общем То Рассчитывают Так Что Почему Бо Нет Ой Немецкого Консерватизма Да Все Так Умирает В общем То Старая Реакционная Консервативная Гниль Так Заканчивается Последняя Война И Теперь Мы Можем Отдохнуть А Ну И Так Как Закончилась Война Австрия Вышла Из Альянса Как Я Понимаю И Вернулась В Свой Собственный У нас Это Устроит Они Медали Европе У них Свой Микро Локальный Ой Тайвань Захотела Вернуться В Японию Что Или Дружить Разница Мы Разрешаем Им Принимать За себя Решение Ну Что Я думаю Это Можно Закончить Можно Конечно Пойти Победить В Фонтанто Но Это Будет Супер Быстро И Смысла В Там Нет Так Что Пожалуй Это Все Как Послевоенные Фокусы Скучные Ничего Здесь Особо Не Происходит И Как Будто Типа Должен Готовиться Для Какой То Еще Войны Но Так Победил Всех Когда Ты Закончил Войну Это Будет Очень Странно Ну Ладно Возможно Все Выглядит Так Странно Из-за Того Что Антанто Никак Не Вмешалась И Даже Не Воевала Буквально Очень Странно Это Все Сработало Тем Не С вами Был Дбг Обязательно Подписывайтесь Если Вы